Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен, номер 830, События дня, за 23 марта 2018 года, как эпиграф. Псалом 34, с 4 по 9 стих. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах при лицах ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да приет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Интересно, вот придумали псалтырь, читать по покойникам. Ни одного слова о покойниках нету в псалтыре, но настолько это привлекательно. И вот я смотрю, перевод который сделал, перевод о псалтыре делал Герасим Петрович Павский. Его не канонизировали, ничего. Какая глубина, какая красота пренебесная. И пытается заново кто-то переводить, переводить то испортить. Говорит, добро переводить на худое. И прикасаться нельзя даже, насколько он пренебесный перевод этот. Мы не считали вчера его? Ну да. Надгора было это? Да, да, да. Да, да. Было, прочитали стихотворение это. Я его оставил специально. Роман Фроликов, портящий будущих священников, профессор Осипов, начинал свой путь с помощью знаменитого Никонова Воробьева. Мы теперь стремимся и помогаем Игнатию Тихоновичу, но не оказаться ли и нам после числи еретиков, влияющих на людей? Вот пойми, что он сказал, за или против. То есть, один из вариантов такой, что мы слышали Игнатия Тихоновича, а сами ничего не делали и оказались в числе еретиков. А другое, а что вы доверяетесь Игнатию? Это велико, сделайте с еретиками. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Не совсем понятно написанное Фроликовым романом, что же он хотел сказать и о чем предупредить кого-то. Попытаюсь разъяснить, что можно прочесть в этом его высказывании, согласно только текста этого, им тут выставленного. Про Осипова сказано выше о его популярности и о том, сколько же он перепортил священников, которые все его заблуждения понесли уже в миллионы массы. Кто и какие порчены им? А это те самые драгоценные батюшки-попы, священнослужители всех рангов до патриарха, которые учат всему, что вложил в них этот профессор бритый под католического папу. И в масонском галстуке учит и учил всегда уметь грамотно оправдывать любое безумие, любое нарушение канонов церкви, христовой невесты, творимое в храмах его выучениками. Выученики. Это не просто ученики, а выученики. И защряются портить по-разному и церковные таинства. Но в одном они одинаковы. Не устанавливают авторитет безусловный, всегдашний, неопровержимый, авторитет Святой Библии по синодальному переводу 1876 года. Не учат рождению свыше, не учат быть вводимыми Духом Святым. Постараюсь чуточку проникнуть в слова Романа Фроликова, сии. Мы теперь стремимся и помогаем Игнатию Тихоновичу, но не оказаться ли и нам после в числе еретиков, влияющих на людей? Кто эти мы? Полагаю, что речь идет именно об этом чате в Содружестве. Именно о тех, которые тут участвуют в скайпе в занятиях по изучению Святой Библии. По святым отцам Православной Церкви и в вашей переписке. После этого еще и переписки, которые идут. При занятиях не подхожу к микрофону без вызова ведущего эти занятия, Сергея Павловича Пупкова. То есть они сам напрашиваются, меня вызывают. А значит, что никто и ни разу мне не помогал тут ни в чем. Ни в чем, я отвечаю. Так, мы помогаем, он говорит, я вот это разбираю, а мы, кто мы? Я говорю, наверное, очевидно, речь идет только о тех, кто приходит сюда. Как помогает? Ответы мои всегда были основаны Святой Библии. А, основаны? Были обоснованы Святой Библией по Святым Отцам Вселенской Православной Церкви. Повторяю, что пытаюсь понять и разъяснить пока только слово «мы». Из тех, кто тут при занятиях участвует, помогал мне составить каталог на жития святых только Сергей Павлович. Еще помогал Евтушенко Сергей выбрать в житиях пропущенные ранее жития и перевести аудио-видеоролики. И в телесном помогала Валентина Сартисон и ее дочь Екатерина в Германии, когда мы дважды были в миссионерских поездках по Европе и останавливались у нее каждый раз. И они старались всячески нас приветить, накормить, отдохнуть целые сутки. Другие вроде бы никогда и ничем не помогали. Так что и в ересь вас я никак и ничем не могу утянуть. Не мог. Не мог утянуть. Мы теперь стремимся и помогаем Игнатию Тихоновичу, но не оказаться ли и нам после в числе еретиков, влияющих на людей. Так что если вы окажетесь в числе еретиков, влияющих на людей, то только и единственно потому, что были не моими учениками, а какой-то сват вас сосватал в послушании к ересям. Их ересем. Да, их ересем, да. Которых во мне не было и нет по сей день. Я написал 23. Вот он кинул в празу, а дальше Роман говорит. Роман Фроликов. Аминь. Вы все правильно, прозроливо сказали, Игнатий Тихонович. 2 Коринфина 5.3. Только бы нам и одетым не оказаться ногами. Вот смотрите за собой, глядите. Гусейнов Рустам. Результативность можно проверить таким образом. А много ли батюшек, выученных профессором Осиповым людей, привели ко Христу? Да и сам профессор дал ли толчок к Церкви Христовой своими лекциями? Я думаю, что если и привел, то только мизерное количество. И не ради Христа. И не Христа ради. Я много задумывался над тем, почему мне до данного времени ни одна душа из мирян, подчеркиваю, ни одна, не сказала. Рустам, слушай, пошли в храм на молитву. Одевай крест, да будет же лучше. Ответ. Да потому что нынешние лжи учителя... А так же пседоправославные свиньи заточены только под эгоцентрическое, эгоистическое мышление. Ребеночка покрестили, в кавычках, крестик надели, накормили, одели обуви, выучили. А теперь пусть знают, где благодати можно черпануть и жить в свое удовольствие. Блудеть, лгать, воровать, наживаться на ближнем и так далее. После чего Осипов Алексей Ильич скажет, чаще исповедуйся, чаще причащайся. А там даже и муки ада не вечные. Расслабься, возлюбив Бога и делай, что хочешь. Наталья Усатая. Мир вам мой любимый... А зачем споткнулся? Мир мой... По требуху всего предложения, слово-то. Все три слова по требуху. И все равно споткнулся, и назад начинаешь. Я не пойму никак. Наталья... Мир знаешь, вам знаешь, мой знаешь. Тут как-то растрепи себя, что за этим скрывается? Мир вам мой любимый, дорогой отец Игнатий. Что тут сказать? Все ясно, Роман Фроликов перегибает палку. Я пришла на ваши ресурсы по молитве. Господь мне открыл истину. А другие через кого-то и уверовали по Евангелию, и рождение свыше произошло. Когда я читал Евангелие от Иоанна, поэтому оно самое любимое. Мы знаем из истории, когда истинных христиан называли эритиками. Ничего нового, все то же, что было до нас и будет после нас. Мир не познал нас, потому что мы не от мира сего. Земной поклон вам и за молитву благодарю. Спаси Христос. Да. Наталья. Спасибо, Господи. Бадичан Дмитрий. Добрый день, Игнать Тихонович. Разрешите спросить. Левит 1927. Не стригите головы вашей кругом. Как понять это место? Можно ли православным мужчинам стричься? Игнатий Лапкин. Так, это что-то я уже другое отвечаю. Можно стричься, можно. А зачем вот у них песни, которые есть? Нигде толкования нет, я об этом думал. Так, по жизни разность никакой. Выявляли сами себя, видели брак. Но они воевали со всеми. И даже в темноте раненого вылезти, они не знали, кого брать. Если у них вот виски, они не побритые, висят прямо косами такими, заплетают мужчинам. Это и для этого нужно было. Я в бане, а еще учился в техникуме, когда увидел одного старика, я так и не понял. Я так посмотрел, что-то испугался в бане. Он сидит, а у него тут на висках такие космы. Настолько это было необычно. Просто тронуло меня. Еще вспоминаю, все время в Латвии было, когда приехал. И дали в общежитии жить. А общежитие находится за маленькой рощей. Я по роще шел, собственно-то, и гляжу между деревьями, стоит мужчина, одетый во все черное, видимо, ксенс. Но я еще не знал. Еще с Евангелием не встречался. И вот здесь тоже меня тронуло. А что это за человек такой? И почему-то поселился в душе страх. Я ускорил шаг, быстрее пройти по лесу. И не случайно. Потому что советские там были всегда лишние. Игнатий Лапкин, что там не так? Я посмотрел, запись чистая показалась. Пусть идет все через тебя. Я даже и не подумал, что нужно от Никиты передавать так. Это мне, для меня, там, один помогал. Это Никита как раз. И на меня скинул прямо эти ролики. А Виталий заметил, что что-то там не так в этих роликах. Чтобы надо, Виталий сначала проверял. Никита сделал, этот проверял и на меня скидывал. Я отвечаю. Мне важно, чтобы было все целое и нормально. У него том восьмой. Скажи, что там не так? То есть в том восьмой и в этом восьмом томе какие проповеди. Теперь надо по отдельной сделать, чтобы они были выставлены. И впредь пусть через тебя подает. Не загрузит ли это излишне двоих из вас сразу? Подумал я, что раз вы его учили, значит все один к одному идет. А вот выше вам послал про дяди Вов ролик. Чтобы вы мне вопрос вышли и задали. Что же ничего про это не говорите? Игнатий Лапкин. Заходите по скайпу. Можете просто задать мне вопрос. Примерно в таком виде. Я показываю, что это. Ролик составить. Как это? Как мне здесь-то выставить-то? Кавычки открыты. Что это за ролик такой? И почему на него десятки пародий, перевертушей разных? Почему политически острый текст поют именно дети с участием депутата Госдумы? И его дотошно разбирают очень важные люди? То хвалят, то ругают всех? Может быть, возможно, этот ролик, набирающий миллионы просмотров, рассмотреть во свете Святой Библии? И как все это будет выглядеть с позиции вечности? Игнатий Лапкин. Матфея 15.14. Именно я показал, какие местописания я бы затронул на этом ролике. И мы уже насчитали его, выставили. Уже больше двухсот человек зашло. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Сирахова 31.23. Страдание бессонницей и холера, и резь в животе бывает у человека ненасытно. Я это отношу к политике России. Все хватало, хватало, и лопнуло, и шребо вывалилось. Притча 27.20. Преисподняя и Авадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Вот так, хватали все, завоевывали, завоевывали. Притча 30.15. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут, довольно. Аввакуум 2.5. Надменный человек, как бродящее вино. Не успокаивается. Так, что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он ненасытен. И собирает к себе все народы, и захватывает к себе все племена. Это прямо о России. Дальше уже некуда. Все захватили. Одна шестая сейчас все мировые суши. А жить негде народ вымирает. Еще и Аляску бы захватить. Дети поют. Вернуть. Эфесянам 4.19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это в первую очередь я отношу к тому, что с территорией. Ивов, 20-й глава, 15 стих. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторнит его из чрева его. Ну и все, рассыпались, республики все. И все еще пытается опять по-прежнему. Я конкретно отношу это не к Иуде только, а к стране, а к России в первую очередь. Иеремия, 17.5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Это вот я на ролик. Дядя Вова, мы с тобой. Поясняю. Я уже выстоял его. Больше часа мы с ним говорили. Иван И. Здравствуйте, Виталий. Меня зовут Василий. Я по просьбе Игнатия Лапкина, который нуждается в помощи. Он сказал, что вы расскажете, что делать. Я живу в США. Разница во времени 8 часов назад. С московским. Можно поговорить или напишите, как вы берете лучшим. Да благослит вас Господь. Вячеслав. Мир вам, Игнат Тихонович. Прошу ваших святых молитв обо мне. Никак не могу избавиться от духа гневливости. Я совсем замучил моих домашних своей вспыльчивостью по поводу и без. Заранее благодарю. Спаси Христос вас и ваших всех. То есть по поводу и без повода и гнев подходит. Ну что могу сказать. Задачу получишь когда-то. Владимир Г. Игнатий Тихонович. Мир вашему дому. Слушал ваши проповеди на Берсеневке. Какая проповедь проникающая до глубины души. Плакать хочется. Спаси Христос. Ну это там около храма Христа Спаситель. Метров двести от них. Ксения. Ксения Ю. Дорогой Игнат Тихонович. Я сделал ролик по вашим материалам. Если такого у вас еще нет. Пожалуйста, сохраняйте себе. Вот так. Как беседовать с какими людьми. И она это сделала. Перевела его. Ну поставлю сегодня. Евгений Трапко. Игнатий Тихонович. Есть люди, которые во время бесед и разговоров с людьми, когда они говорят, то много похохатывают. Хи-хи-хи. Как лошаки смеются. Я вдруг начал обнаруживать лошадьчное ржание. Ну то есть лошадиное. Жеребцы. У людей и мне противно стало. Так и хочется сказать. Ну что ты ржешь, как лошадь не обузданный. Слава Иисусу Христу. Все. Свежий голос у ней. Уже не болеет Татьяна. Дальше. Игнат Тихонович. Такое проявление лошадьного ржания у человека во время беседы к какому пороку греху относится? Порок смехотворства. Смехотворство неприлично вам. А напротив, благодарение. Эфесянам пятая глава. Игнатий Лапкин. К блуду и кощунству. Циники и безбожники. У евреев это в природе. Смехачество. Как у Райкиных. Это род людей, самый трудный для покаяния. Почти никогда не выбирается из этой бесовской ямы. Вот он, видишь, вопрос задал, что такое под хихи-то. Тут у нас был Саша, там этот, нух, другие. Еще есть один человек. И говорит все время хихи. Сам же говорит на свои слова хихи. Абсолютно беспокояно. Бессовестные. Гусейнов Рустам. Я не Игнатий Тихонович. Мое мнение, скорее всего, без. Наталья Усатая. Евгений, ка лжи и лицемерию. У грехов такое на каждом углу услышишь. У евреев на каждом углу это услышишь. Вот, пожалуйста. У греков. У греков, да. Гусейнов Рустам. Бывает, когда люди похрюкивают в период смеха. Скорее всего, это не порог и не грех, а просто бесовские проявления. Евгений Трабков. Синодальный. Не будьте как конь, как ваш шаг несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Псалтырь, 32 глава, 9 стих. Гусейнов Рустам. В иудаизме, я думаю, такое рассматривается как порог. Наталья Усатая. Гордость надо обуздывать. Евгений Трабко. Страсть к смеху? При страсти много смеяться. Смех без причины – признак дурачины. Может ли быть такое зависимость от смеха, пристрастия к смеху, как тахбаку? Видишь как, рассуждают. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Читаю о такой нехорошей привычке у человека, как подхокатывание при разговоре, а сам сегодня согрешил тем, что потребовал у человека вернуть то, чего ему не отдавал, а только думал дать. Господь попустил этому случиться, и хотя я попросил прощения, но чувство стыда осталось. Хотел дать, но не дал, и просил вернуть. Хаджа на середин. Наталья Усатая. Бесстыдство более всего проявляется во время смеха. Нет никакого стыда. Никакая, рассуждает. Гусейнов Рустам. Если стыд есть, значит совесть жива еще. Евгений Трапко. Даже люди в миру так говорят. Вот мы сегодня пожрали. Пожрали. Поржали. Поржали. То есть люди себя сами с лошаками ржачными сравнивают, не ведая того, сами с нелюдями. Вот показывают фотографии, там женщина смеется и лошадь, губы поднимет, смеется. Ни корову, ни овечку не показывает. Лошадь прям смеется, показано. Интересно так. Или еще есть такое выражение. Угореть или угар. Вот мы сегодня угорели во грехе смехотворства. Сгорели, смехотворство прожигает мозги. Наталья Усатая. Уста, у которых выходят добрые и лукавые слова. Они не могут как-то яснее писать. Поэтому и нужно обуздывать. Но из одного источника течет и горькие и сладкие. Ну это я понял, но она как выразила. Ну ладно. Не только прожигает мозги и теряет совесть и стыдливость. Сергей Игнатов. Максим Горький писал, что у Вилла был гомерческий смех. Ну может быть это... Гомерический смех. Ты не знаешь, это гомер смеялся. Гомерический. Но я думаю, этой теме в нашем сообществе уделять внимание больше не стоит. Когда есть более серьезные темы. Гусейнов Рустам. Если есть такой грех вообще, значит ковыряние в носу тоже грех. Наталья Усатая. Тоже от безделья. Евгений Трапко. Сколько страстей греховных обуевает нашу душу. Спаси нас Господи. Наталья Усатая. Только в Евангелии сколько бесноватых было. И все Господь исцелил. Пост и молитва наше оружие. Бодрствовать побольше. Евгений Трапко. Православие для меня это борьба со страстями. Лестница Иакова, которая возводит меня вверх по ступеням в Царствие Небесное. Преодолевая в себе греховные страсти, я восхожу по духовной лестнице Иакова в Царствие Небесное. Написано. Ничто нечисто не войдет в Царствие Божие. Если я не побеждаю в себе греховные страсти, значит я и человеков одолевать не буду. Не смогу быть ловцом человеков, сам себя не могущий побороть. Не смогу и побороть и в другие страсти греховные. И в других страсти греховные. Как ты другому поможешь, когда в себе не победил? А значит и не совершаешь восхождение по лестнице Иакова. Восхождение в Небесный Иерусалим, на гору Сион. Вот интересно, самое главное, первый шаг отвергнись в себя. Вот человек вздумал что-то сделать, дать. А тому не надо. Но он уже намерил, все сделал для него, подписал. А тот говорит, мне это не надо. И который думал, дать-то он, он добрый человек, он дает-то. Он теперь из себя выходит. Но он же не взял от меня. У нас камеры одного привели такого. И за что? Да вот шапку там снял. Ну а как ты снял? Да я не снимал ее. Мы остановились, они шли, мы шли трое. Ну а парень шел один, мы подошли к нему и... Ну у него шапка упала на пол. А чего там вдруг с вами встретился и шапка упала на землю? Ну и что? Ну... Ну и я ее поднял. Ну и что? Ну хотел ему отдать. Ну так и отдал бы. Ну а он за нее взялся и к себе тянет. А ты-то зачем тянул? Ну я же хотел ему отдать. Ну так он уже взял за руку. Ну я же хотел ему отдать. Он дальше этого никак не может понять. Ему уже навентили. Уже три года за шапку сидеть. На него уже другую шапку надели. И он никак не может... Ну зачем я, говорю, брал-то? А потом что? Ну а потом, раз он не отдает шапку-то... Так это его шапка. Ну я же хотел ему отдать, а он берет сам. Вот это сегодня у нас утром тут так и было. Ну я же хотел тебе добро сделать. Хотела. Все, и дальше уже гнев. В человеке внутри сидит сатана. Он не может никак. Ну и что ты не отдал ему? Ну не отдал я его сразу раз коленом между ног. Он уже рассказывает, как бы я за грудки взял к себе, притянул, а потом колено между ног. А тут и милиция. Как будто ждала. Ну и все. Они меня повязали. Наталья Усатая. Это большой труд и опыт. Труд. Не труд, если бы дэто, это трудиться надо. А труд, это когда зажигают дерево об дерево, труд, чтобы он загорелся. Труд. Может все-таки труд? Ну не знаю. Потому что и опыт. Понятное дело, что труд и опыт. Борьба против своего я, которого тяжело отречься и взять свой крест. Да, именно так. Анастасия. Вдруг Анастасия появилась, это бывшая Ребекка. Ефрем Сирин говорит, что смех и шутки – путь в блуду. Вот заметь. Девчонка, удивительная девушка. Если человек согрешал блудом, то ему смеха нужно весьма беречься. Вот так. Евгений Трапков. У меня вопрос к самому себе. К самому себе. Их участникам нашего сообщества. Являемся ли мы людьми молитвы? Игнать Тихонович так говорит, что все познается на молитве. Являемся ли мы людьми молитвы? Могут ли мирские люди сказать о нас, что этот человек, он человек молитвы? Я видел и слышал, как он горячо молится Богу Всевышнему. Видишь, вот все это замечает, люди видят и все. Молитва. Молитва. А я молился. Ну, может быть, стоял, а не молился. Не может быть, чтобы Богу живому Всесильному молился, и никакого изменения нет. Вообще никакого. Ну, и дальше посмотреть наши ресурсы, глянуть, что у нас здесь есть. Вот. Мой мир. Вот она идет. Самая любимая моя система. Другая, это наш православный форум, 1600 тем, богатый, очень богатый. Ну, и сейчас больше времени я провожу здесь. Вот утром сегодня, ну, не знаю сколько, но не менее 30 человек зашли, которые сквернят непрерывно. Ну, роботы заряжены, и они выходят. Я иногда день до 100 злодеев выкидываю, заблокировать приходится. Мат и ругань они совсем не туда, и... Любую мерзость, говорят, то есть сатана. Вот вчера мы с Виталием эту тему здесь пообсуждали. Сколько человек зашло, вот. 355. О, 30 за 8 часов, да? За 6 часов. За 6 часов. Вот видишь как. Но это только начало. Тут будут приходить. Дядя Вова, мы с тобой. Я показал, говно, дядя Вова, мы с тобой. Одному человеку, другому, они ничего... Никто не смотрел. Я дал другому. И кому я дал показать, никому это не понравилось. А мне понравилось. Понравилось не то, что они говорят, а вот сама постановка. Армия, флот, и сразу же армия, флот плывет, и все это составлено. Ролик составлен и так. Вот так красиво сделано. Но кто ни разу не видел, можно показать. Я где-то у меня здесь даже было такое. Так это не на один день же. Вот так. Смотри, я сейчас покажу. Продолжение следует... От Куринских островов до Балтийских берегов. А на землещей глубины, Мореский главный командир позовет последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Вот так. Ну, хорошо, составлено. И храмы тут, и... Я не знаю. Ну, не понравилось людям. Ну, это, конечно. Дело сейчас... Но мне именно искусно, как они сделали, как они перед этими микрофонами такими круглыми поют. И ребятишек собрать. Оказывается, научатся в полицейских школах специально. Это ребятишки-то. А эту я сначала не знал. Она кувычка какая-то, фамилия у нее, как кавычка, кажется, Анна. И подобрали такое, она привлекает. И как она кротко так улыбается, все. Мне вот эта техника понравилась. А на то, что содержание, которое... Кто где говорит? Они только начинают коверкать, переворачивать. Ну, а я хочу внутрь проникнуть. Что означает с тобой? Куда? Кто такие мы? И чем это закончится? И от чего вы можете спасти? И зачем в этом нужно Курильские острова? Гриду не отдадим самураям. И зачем нужно там поминает... Вот... Захватить бы еще и то, вернуть Аляску себе. Целый час. Я подробно все... Виталий считал 17-18 главу Откровения. Я подобно разобрал, что речь идет не о Волгограде. В первую очередь о Москве. О войне идет, когда все будет испепелено. Ну и дальше у нас... Так, время у нас есть еще показать, да? Я сейчас... Разбираю мы... Да, я не показал еще у нас большой ресурс. Это во свете Библии. Православный библейский сайт. Это самые ценные вопросы и ответы. Эти вопросы и ответы, кто знает, никому сегодня я не знаю в мировой сети, чтобы могли они ответить на эти вопросы. Отвечают, но совершенно неправильно. По четырем параметрам. Полностью Библию, включить 77 книг. Полностью Святых Отцов, это 300 томов. Полностью каноны церкви, книга правил. И полностью Жития Святых, 1173 биографии. Нету. Ни Осипову никому не ответить. Что вы так думаете? Я говорю, значит, ну докажите обратное. Не ответить. У них другое направление. Я ответ даю во всеохватном материале, который Бог дал людям знать. Ну и вот здесь тема о деньгах сейчас идет. И вот несколько вопросов вытащу, чтобы ответить. Которые мне задавали в университетах, по радио. Вопрос 1176. Третий том, открытым оком. Разве плохо быть богатым? Ведь можно быть богатым и честным. Почему стремиться к богатству признается за порог? Ответ. Священное Писание не осуждает богатство. И показывает нам на странице Библии очень богатых людей, которые спаслись, угодив Богу. Авраам, Иов, Давид. Жития святых сохранили память о благочестивых царях и князьях. Но все эти люди были щедры на милостыню. И нет нигде в их биографиях даже намека на то, что они хитростью и обманом получили свое состояние. У богатого много забот. А значит, не так много времени для заботы о своей душе. Лично я хотел бы иметь богатых людей в близких отношениях. И такие люди мне, по милости Божией, все же встречались. Я давал им понять, что могу помочь им отправить их деньги на небо через их милостыню для детского лагеря. Но если бы мне предложили быть хозяином их имения и приумножать его, то я бы немедленно отказался от этого. Даже добрых, богатых людей мне всегда искренне жаль. В какой круговертии забот они находятся? И все ли у них честно? Все ли? Да, все. Помоги, Господи, добрым, богатым людям и выведи их на меня. Святитель Христов Никола Чудотворец. Пошли мне денег на издание книг. Это я еще в университете вел занятия, это лет 15 назад. И встречались люди. Действительно, стихотворение есть у Николая Алексеевича Некрасова. Знаю, богатство у тебя в сундуках, не ворованное, а Бог тебя с неба послал. Дальше. Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и снимись с меня от чашки мой гнет. Гнет. Дает гнет, но срифмовать-то можно. Ты же не считаешь дает. Раз тут йо, тут должно быть йо. Нет, гнет. Дает и гнет. Уже ничего не чувствуешь. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях, в слезах перед тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечной введи. Вера Кушнир. Вот. Понимаешь, мне нравится очень стихотворение. Ну, одно ты и думаешь. Была неправославная и умерла неправославная в секте, в ересе. Вот это страшно. Вопрос 1331. Четвертый том открытым оком. Вот так вот, что вопросы были сгруппированы по томам и где-то, и ни у кого еще не встречал. Ни один, ни два вопроса. Значит, вопросы я отвечал устно, потом устно надо перевести было в Word, а потом классифицировать по тематике, по какой папке. Это работа, только одна сторона работы. Почему Бог допускает иногда верующим быть обворованным, ограбленным, обесчестенным и прочей напасти? Может быть, этот человек плохо молился? Это, представьте, этот вопрос задают. Ответ. Иоанн Златоуз слышал ропот своих прихожан точно по таким же случаям. Притом это усугублялось тем, что человека обворовывали во время литургии в храме. Ситуация непростая. И объяснение такого вопроса случай я нашел только у этого святителя. Он говорит, «Веришь ли ты, что Бог знал про твои деньги и про этого вора? И веришь ли, что Бог мог не допустить этого? И если даже волос не падает на землю без воли Отца Небесного, то волос, о котором мы не расстраиваемся и не думаем, то тем более Богу известно заранее то, что произойдет с нами более серьезное». Иоанн Златоуз всегда дает ответ, смотря прямо на конечный результат, на то, достигнем ли мы вечной жизни. И вот с этой позиции ответ его исключительно безупречен и неотразим. В таком же порядке рассуждаю и всегда. Бог хочет, чтобы в нас были такие же мысли и чувствования, какие в нем. филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Бог дал нам эту жизнь и рассчитал, если считать с 20 лет и учиться до старости, до 70, а срок обучения в институте 5 лет, то получается по 10 лет на одном курсе. Псалом 89, 10 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. И мы должны в процессе этого обучения всей жизни стать подобными ему, исключительно всегда и во всем доверяясь его замыслам, планам о нас. Ну ты понял, нет, почему 10 лет на одном курсе? В институте 5 курсов, а от 20 до 70-50 лет. А это наш институт, наша жизнь. Получается 10 лет на одном курсе и никакого толку нету. Чтобы мы доверялись ему, полагались на него, верили ему. Ему? Да, ему. Так что верили мы, вот эти окончания заглатываешь и все. Когда Гедеон готов был выйти на сражение, Бог хорошо знал сердце каждого воина. И как люди будут возноситься после победы над врагом. Как сейчас. День победы, день победы, день победы. Уже все разворовано, все развалено. Пьянь, наркомания. Ну ужасно просто. Блуд, сплошняком в школе. Уже 15 лет трудно найти девушку. И несмотря на то, а мы победили, мы победили. За каждого немца 5-6 заплатили. Трупами завалили. И чтобы этого не было, а вся победа была приписана Богу, Он по разным причинам, трусость, не так пили воду, отсеет большую часть. Из 32 тысяч рекрутированных на войну осталось только 300 человек. Ясно, что этот дивизион Гедеона после блистательной победы никак не припишет ее своему искусству. Все небесные силы прославляют чудного и непостижимого Создателя. Неслышимые нашим ушам песни хвалы несутся во Вселенной. Любящий Бог хочет, чтобы эти хоры дополнились человеческими голосами, пока что благодарности, а затем просто славословия. Так хочет и Иегова, и это его святая воля. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 2 Фессалоникийцам 1.3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми. Вот за что благодарить надо, что люди, которые пришли, общались с нами, и они стали лучших. 2 Фессалоникийцам 2.13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Все знали, что они избранные. Сегодня сказали, я избранный. Так они и ролики против меня ставят. Отгрешные, супергрешные, дальше и греши это можно. Ну, Писание говорит, а ты не знаешь, что избранный, поэтому сатана лютует, особенно попы, как избранный. А тогда я зачем? Я для того, чтобы ее грехи отпускать. Противник Божий дьявол непрерывно подбивает человека на ропот и холлун, этого же самого Адама. Иоанн Златовустый говорит, что дьяволу твои деньги не нужны. Он не вор. Он человек-убийца-лжец. Это Евангелие от Иоанна 8.44. Все остальные грехи человека ведут к этим двум грехам, к уподоблению дьяволу. А убийство и ложь происходят из неверия. 1 Иоанна 5.10. Представь, какой я даю ответ, это за кафедрой стою университета. Да ни Осипов, никто не говорит так. Никто. Ни Ткачев там, я... Просто сам знает и все. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Неверующий в Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вот и все. Человек пришел в храм и спросить прощения за нарушение воли Божией, поблагодарить Бога за все, что Он дал, за услышанные молитвы и прославить своего Творца за Его откровение, за голговскую жертву Сына Божия, за Его святую, пречистую, пролитую за нас кровь. То есть я показываю вот этом поблагодарить, где нарушилось просить и прославить. Все три ступени. Даже вот так от предложения ни Осипов никто не составит, они этого не знают. Дьявол сам говорит святым подвижникам, таким как Макарий Египетский и Антоний Великий, что нет ни одного богослужения, на котором бы он не являлся. Притом он не опаздывает и раньше времени не уходит. Этот самый ревностный в кавычках прихожанин. Дьявол. Он и сон навевает и мечтательные голографические виртуальные картинки и помогает измыслить причину, чтобы выйти из храма. Задыхаясь, не хватает воздуха, тяжело стоять, расстроился желудок, готов всю службу просидеть в туалете. Маленький ребенок, как бы он ни закричал и многое другое. Там, где дьявол, князь смерти, туда же идут и его слуги. Воры-хулители. Я-то все на один вопрос отвечаю. Почему в храме обокрали его? Враг души не желает сделать тебя бедным, но желает отнять у тебя доверие к Богу, благодарность к твоему Создателю. Как же так? Я стою перед лицом Божиим, а у меня разрезали карман. Да мало того, еще и деньги-то были не мои, а их собрали верующие, чтобы я отвез их нуждающимся, пострадавшим от наводнения. Где же он, Бог? Почему допустил это? Я и стоял аккуратно, и никому не прижимался, и искренне молился, но было жарко, и я снял костюм. Оставляя за кадром эту небрежность, Ян Златуус говорит, что дьявол хочет, чтобы ты возроптал, и этим он достигнет всего, и твоей погибели. Для этого он так все и сделал, и нагнал тебе температуру, и привел карманников. Милостынь подают многие, даже и неверующие. Но благодарить Бога, когда с тобой случилось несчастье, доверяясь во всем своему Творцу, этого дьявол терпеть не может, и более всего боится. Если ты возроптешь на Бога, то дьявол рад, задача его выполнена, и он это же с тобой повторит еще не раз. Но если ты хвалишь своего Создателя за такие испытания, то враг, обожженный твоей молитвой, благодарностью Создателю, и близко не посмеет подойти к тебе, ибо он получил совсем не то, чего ожидал. От наших денег зависит наша жизнь, Иов 2.4. И отвечал Сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него. Дважды Сатана подходил к Господу и лгал на Иова, выпрашивая разрешение полностью ограбить и поразить невиданную болезнью праведника. Как говорит тот же святитель Константинопольский, дьявол не мог исторнуть хулы и недоверие из среды Иова. Из сердца? Недоверие из сердца Иова, которое полавало любою Господу. Это сердце ослепило Сатану, и он бежал от Иова, закрыв лицо руками. Потому что сердце внутри прикрыто, кожа гнила, он его соскаблил, и через ребра стало видно сердце, как через стропила, засияло и ослепило. И третий раз Сатана не подошел уже. Вот так рассудить и искренне возблагодарить Бога есть наша христианская обязанность. Жили во свете, во тьму забрыли, по морю плыли, теперь намели. Вклады, покупки, машины, дома, сеть сатаны, бытовая тюрьма. Мало, побольше, об этом мечта, нет ни минуты одной для Христа. В сердце угас возрождающий свет, руки не руки, а счетчик монет. Дело, работа и ночью, и днем, правде, любви, беспощадный разгром. Кто это в прахе, в беде виноват? Горе тому, кто деньгами богат. Душу корысть защемила в тиски, выхода нет без Христа и тоски. Плачьте, молитесь, иначе беда. Мы рождены для святого труда. Только безумцам легко променять. На мишеру, на ничто, благодать. Суд приближается, трубы трубят. Выхода два, или рай, или ад. Родион Березов. Ну и сколько у нас там по времени? 47 минут. Все на этом сегодня. Показать считает Владимир Пащенко. Ну и там у нас на кухне сегодня Надежда Васильевна старается, помогает нам. Сегодня утром в 7 часов отлетает самолет. Это сегодня у нас получается 24 марта. Виктор Николаевич Савченко вылетает во Францию к семье. Там жена его. И вот так. Виктор Николаевич Савченко отлетает самолет. Виктор Николаевич Савченко